Ежегодно в Казахстане больше 40 тысяч человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили сенаторы во время правительственного часа. Депутаты говорят, что в республике неинфекционные заболевания остаются главными причинами преждевременной смерти. Причина, конечно, в несвоевременной диагностике и слабый контроль пациентов. Обсудили депутаты и другие проблемы. Это и очереди в поликлиниках, и нехватка узких специалистов. Динара Абдирова расскажет. Казахстанцам нужно сократить потребление соли, по крайней мере, на 30% в ближайшие три года. Такие рекомендации жителям дают во Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, казахстанцы превышают норму в четыре раза. Сенаторы говорят, в правительстве должны принять соответствующие меры. Иначе риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака так и останется высоким. В национальном проекте «Здоровая нация» на данном этапе недостаточно мероприятий по данному вопросу. Недолжным образом реализуются закрепленные законодательства меры по обязательному обогащению пищевой продукции, в частности муки, микроэлементами и витаминами. Не решены проблемы финансирования фортификации на мельничных предприятиях малой мощности. Не разработаны программы производственного контроля. Немало у депутатов вопросов и к системе фонда социального медицинского страхования. Застрахованные казахстанцы не в полном объеме получают положенные им услуги. К тому же во время пандемии коронавируса экстренную стационарную помощь застрахованных перенесли в пакет ОСМС. А это противоречит принципам гарантии государства о доступе к медуслугам. Поднимались вопросы по недофинансированию отрасли и усугублению ситуации искусственным разделением медицинской помощи на гарантированным государством страховые пакеты. Неоднократно об этом говорилось и главой государства. Поэтому нам все вместе необходимо разобраться в этом вопросе и четко разграничить обязательства государства, фонда и населения. В последние годы нагрузка на Минздрав увеличилась и связано это не только с пандемией коронавируса. На этом фоне немало и критики в адрес ведомства. Сегодня в кулуарах Сената Ажар-Гениат заявила, что готова уйти в отставку, если такое решение примет руководство страны. Система здравоохранения это такая социальная сфера, где очень много вопросов, проблем. Я об этом говорил президент, что накопилось очень много проблем. Сейчас министерство и в том числе и я стараемся решать эти проблемы. Вопросом по вопросу отставки, назначения этот вопрос решает глава государства. Поэтому при решении главы государства, если такое решение будет, я готова. Хотя, возможно, пока заменить министра некем, ведь еще одна наболевшая проблема для казахстанской сферы медицины – дефицит кадров. И этой проблеме уже не один год. Сейчас в стране не хватает почти 8 тысяч медиков. Для решения вопроса сенаторы предлагают распределять образовательные гранты в зависимости от ситуации в каждом регионе. Динара Абдирова, Алибек Алеев и Марат Дихамбаев. Хабар, 24.